Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал Отвертка. Всех приветствую на канале Отвертка. В сегодняшнем видео мы рассмотрим народный обзор защищенного смартфона LG X-Venture. Любителям активного образа жизни. Буквально недавно корейская компания LG официально выпустила в продажу свой новый защищенный смартфон X-Venture, который получил защиту от пыли и влаги по стандарту IP68 и военный сертификат ударопрочности MIL-STD-810G. Итак, давайте перечислим основные характеристики LG X-Venture. Итак, процессор на борту Qualcomm Snapdragon 435, ну довольно-таки устаревший, 8 ядер Cortex-A53, 4 ядра по 1,1 ГГц и 4 ядра по 1,4 ГГц. Графический процессор Adreno 505, операционная система на борту Android 7.0, сенсорный дисплей IPS 5.2, 1920х1080 точек, 424 ppi. Оперативная память 2 ГБ, флеш-память 32 ГБ. Поддержка Nano SIM 2 штуки. Поддержка microSD до 2 ТБ, довольно-таки неплохо. Поддерживает все сети 3G, 4G и так далее. Wi-Fi довольно-таки неплохой. A, B, G, N и A, C имеется. Двух диапазон и 2,4 и 5 ГГц. Bluetooth довольно-таки нормальный 4.2. Имеется поддержка NFC, это очень важно для России. Также поддерживает GPS GLONASS и BDS. Micro USB разъем 2.0, поддержка USB OTG. Основная камера 16 Мп, автофокус, объектив 2.2, видео 1080p. Фронтальная камера 5 Мп, объектив 2.2. Имеются все датчики приближения, освещения, магнитометры и так далее. Сканер отпечатков пальцев тоже имеется. Защита IP68 и MIL-STD-810G. Аккумулятор 4100 мАч. Размеры данного аппарата 154 на 76 и на 9,3 мм. Масса 167 грамм. Довольно-таки неплохо. Ну а теперь рассмотрим внешний вид. Дизайн защищенного смартфона стандартный. Корпус гаджета выполнен без толстых вот этих вот резиновых обрамлений, металлических накладок и герметичных крышек, закручивающихся непонятно как и закрывающихся то же самое. Он выглядит симпатично и компактно. Защита имеется не только от пыли и влаги, но и от ударов, падений и температурных перепадов. Однако гаджет выглядит довольно-таки элегантно. Корпус имеет небольшую толщину и массу. Прорезиненное покрытие задней стенки отлично позволяет держать в руке новый гаджет. Интересны боковые клавиши LG X-Venture. Они большие, больше чем обычно. Оранжевая кнопка QuickBoot он выполняет три различные перенастраиваемые функции. Это довольно-таки интересно. Модуль задней камеры не выпирает за пределы поверхности задней крышки, что очень удобно. У многих, например, я замечал аппаратов, часто очень задняя камера выпирает дальше от корпуса. И буквально, если ее положишь куда-то на стол или на какую-то поверхность другую, вот это защитное стекло начинает царапаться. Это очень и очень неудобно. Громкоговоритель расположен на задней стороне аппарата, поэтому звук лежащего аппарата, когда на стол его ложишь, немного приглушается. Сканер отпечатков пальцев размещен в аппаратной механической клавише под экраном на передней панели. По бокам аппарата, то есть еще даже по бокам, от нее установлены еще две механические кнопки управления, что очень хорошо для защищенных гаджетов. Вы знаете, если там будет какая-то влага, то правильно уже, например, сенсорные кнопки не работают. А это очень хорошо для защищенных аппаратов иметь механические клавиши управления. Передняя панель смарта полностью прикрыта стеклом Gorilla Glass категории 4. Верхний торец аппарата имеет отверстие дополнительных микрофонов, можете обратить внимание. А на нижнем торце имеются разъемы microUSB, микрофон и 3,5-миллиметровый аудиовыход. LG X-Venture выпускается в черном варианте корпуса. Идем дальше, рассматриваем экран данного гаджета. LG X-Venture имеет дисплей IPS соотношением сторон 16 на 9. Экран обладает диагональю 5,2 дюйма и разрешением 1920 на 1080 точек. Плотность точек 424 ppi. Шире рамки по бокам 5 мм, довольно-таки много. А верхний и нижний отделы рамки имеют высоту по 19 мм. А это оправдано специальной защитой корпуса. Тесты Multi-Touch показывают поддержку 10 одновременных касаний. Есть возможность режима работы в перчатках. Это тоже очень хорошо. Цвета на экране LG X-Venture имеют хорошую насыщенность и цветовой баланс. Вопроса какие-либо по качеству изображения не возникает. Ну а теперь камеры. В гаджете установлен 5-мегапиксельный модуль селфи-камеры. Объектив F на 2,2 без вспышки и автофокуса. Камера сделает широкоугольные снимки с углом обзора до 120 градусов. Качество фотоснимков неплохое. Тыльная камера 16-мегапиксельная. Объектив диафрагмы F на 2,2. Есть автофокус и очень яркая вспышка. Камера снимает видео с разрешением 1080p при 30 кадрах в секунду. Есть электронная стабилизация. Ну а теперь рассмотрим связь и коммуникации. Итак, поддерживаются все три используемых в России диапазона частот. Band 3, 7, 20, FDD LTE категории 6 до 300 мегабит в секунду. Wi-Fi поддерживает оба диапазона 2,4 и 5 ГГц. Имеется наличие модуля NFC. Для России это очень выгодно. Смартфон стабильно работает в сетях российских операторов. Уверенно держит новую сеть 4G. Быстро восстанавливает связь после обрыва. Смартфон умеет поддерживать режим активного ожидания обеих сим-карт в режиме 3G и 4G одновременно. Навигационный модуль очень хорошо работает с GPS, GLONASS и Baidu. Ну а теперь рассмотрим железо. LG X-Venture использует однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 435, выполненную по устаревшей 28-нанометровой технологии. За обработку графики отвечает GPU Adreno 505. Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ, а встроенной флеш-памяти 32 ГБ. Есть возможность расширения памяти за счет установки карты microSD до 2 ТБ. Однако, приложение на карту не устанавливается. Я много раз уже говорил на наших стримах нашим зрителям, что вот есть такие аппараты, в которых на SD-карту приложение не устанавливается прямо из завода. В реальных сценариях использования данного железа хватает для выполнения основных задач. В качестве программной платформы LG X-Venture использует Google Android 7 с фирменной оболочкой и возможностью обновления по воздуху. Ну а теперь самый интересный аккумулятор. Несъемная аккумуляторная батарея LG X-Venture имеет неплохую емкость 4100 мАч, демонстрирующая приемлемые показатели автономной работы. В реальных условиях смартфон доживает до вечерней зарядки. А могли бы и получше сделать, в принципе. Ну и в конце нашего видео краткий итог по данному гаджету. Цену в 25 тысяч рублей за свой смартфон LG, конечно, загнуло. Вольнуло не глядя, это точно. Такие скромные характеристики не соответствуют такой цене. Если б стоимость данного аппарата составляла, ну, 15, ну, 19 тысяч рублей, тогда этот гаджет был бы вариантом для покупки любителями активного образа жизни. Это канал Отвертка, канал домашнего мастера. Я думаю, данная информация была вам полезна. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, смотрите наши еженедельные стримы на нашем канале. С нами будет интересно.